Всем привет, добро пожаловать на канал и надеюсь Ариночка позволит и даст мне время для снятия данного ролика и сегодня обещанное видео это уход за детской кожей, уход за новорожденным, за новорожденной, поэтому кому интересно оставайтесь со мной, не психуем, не психуй. Весь наш уход я собрала в такую корзинку, в принципе здесь он весь плюс-минус и находится, кое-что в других местах. Каждое утро после пробуждения начинается у нас понятно, что со смены подгрузника, обычно перед окончательным пробуждением рано утром я Ариночку пригладываю к груди, она кушает, поэтому перед кормлением, пока я там бегу, умываю, сделаю себе кофе, собираю златосю в садик, то Ариночку я в основном переворачиваю на животик или просто на спинке вешаю игрушки и она играется как сейчас, потому что было невозможно с ней снимать видео, у нас регресс сна, она последние дни более капризная, меньше, намного, на порядок меньше спит и сейчас я ее покормила и отнесла в кроватку и она там слышу играется. После того, как я сделала все свои дела, ванной и банной процедуры, после этого приступаем к умыванию Ариночки, ну как умывание, просто беру ватный диск, смачиваю его во тваре ромашки и протираю ей глазки, личика, складочки, чтобы не было опрелости, чтобы не было покраснений. И для нас это реально must have, причем я сама умываюсь ромашкой и также златочку перед садиком утром умываю ромашкой, вещь классная. Напишите, кто так же делает. Некоторые, я знаю, делают ванночки, но как-то вот с Ариной, ну может там пару раз всего за все время я делала с чередой с ромашкой и ванночки, но все-таки врач сказала, что лучше не делать, травки могут подсушивать. А здесь трава довольно-таки жесткая и кожа из нее пересушена и постоянно требует увлажнения. Поэтому, что касается ванночек с травками, мы их не делаем. А вот ромашка в качестве умывания это наш must have. После этого я на гемангиому накладываю пластырь плюс ватка, пропитанная нашими капельками Тимол, которые выписал хирург. Вот такие. Есть еще вещество Тимол, но у нас название другое. Арутимол. Это сухие участки, тоже могу нанести какое-то молочко. Ну вот, в принципе, все. Носик смотрю, если там есть какие-то корочки, то беру соплиотсос и убираю излишки. Беру просто обычный физраствор. Физраствор не в стекле, а покупаю в таких пластиковых ампулках. Это очень удобно и для промывания носика оптимальный вариант. В первый год жизни вот такие пшикалки мы никакие не используем ни в коем случае. Есть аналог более дорогой у Хюмер тоже в ампулках, но я бы вам советовала в аптеках покупать обычный физраствор. Это на порядок дешевле. И в первую половину дня капелька витамина Д. Витамин Д с пробиотиками от Биогая у нас уже закончился, мы прошли курс, а теперь будем принимать и принимаем обычный витамин Д. Остальной уход у нас приходится обычно на вечернее время, но бывает так, что ноготочки нужно подстрелить и в течение дня. Разные варианты ножничек у нас были, на этот раз брала и Чика, но все равно кэмпул мне нравится больше. И с Златой, и с Ариной для нас это более оптимальный вариант. Понятно, что нам понадобятся градусники, обычные для измерения температуры тела и также в первые месяцы жизни для измерения температуры воды во время купания. Сразу говорю, что купаю в ванночке, у нас она самая обычная прозрачная. Я не каждый день, где-то через день, через два, ну раза два-три в неделю. Этого более чем достаточно. Может многие меня закидают тапками, но нам так удобнее. Понятно, что после того, как Арина покакает, после каждого раза я мою ее проточной водичкой и не каждый раз я использую какое-то моющее, очищающее средство для кожи. Только буквально один, ну максимум два раза в неделю этого более чем достаточно. Опять же, чтобы не пересушивать кожу, хотя все средства я использую максимально натуральные, с более органическими составами. Когда мы купаем, купаю я сейчас самостоятельно, если в случае со Златой мы купали всегда вдвоем с Лешей, то сейчас я уже мама опытная, приловчилась. И почему-то со Златой мне была удобнее вот такая сетка-горка, прямо для меня был мосхев. То с Ариной мне намного удобнее стала вот такая мочалочка, матрасик. Прямо набираю тепленькую водичку туда, кладу Ариночку, поддерживаю голову и приступаю к очищению. Средства для купания могу добавить в водичку один раз в неделю или просто нанести на кожу головы, чтобы ее очистить и убрать корочки, которые появляются у деток. Если у вас появляются корочки, то просто после купания вы можете носить обычное молочко уходовое на кожу головы, на лобик и одевать шапочку. А во время купания, когда кожа распаренная, наносите шампунь, помыли волосики и сделали массаж мягенькой щеточкой для расчесывания, для самых маленьких. И тогда никаких проблем с корочками у вас не будет. Вот это молочко это просто мой мосхед для купания от Веледа. Это и шампунь, и гель-средство для очищения. Очень мягкое, деликатное, имеет кремовую текстуру, абсолютно кожу не пересушивает и идеальный состав. И на втором месте вот такой шампунь, опять же, олядва в одном гель для душа. И также мне нравится еще средство для купания детской кожи от Рейнбов. И у них шикарный лосьон, крем для детской кожи с шикарнейшим составом, но, к сожалению, в последнее время я не могу уловить его в наличии. Что касается мочалок, я использую их не каждый раз, но вот на какие-то складочки, чтобы дополнительно их очистить, чтобы не было опрелости. Вот такая мочалочка у нас была в наборе с матрасиком, мочалочкой. И вот такая салфеточка, микрофибра. Опять же, я использую их не каждый раз. Вот, в принципе, все, что я использую во время купания. Понятно, что у нас есть ватные палочки, тоже я там сильно не залажу, там не злоупотребляю, но иногда вот внешний проход в ухо, немножечко убираю корочки ватными палочками. Этого более чем достаточно. После купания, у нас, кстати, есть такая еще пудра, если есть опрелости, хотя тут у нас нет покраснения, какой-то подгузник не подошел, то всего лишь там пару раз за все время я использовала такую пудру для проблемных мест от бренда Сильвека. Тоже довольно-таки хороший бренд с хорошими составами. Также у меня есть еще крем под подгузники, который я использую крайне редко, также от Веледа. Где он? Такой точно, где-то он лежит, просто он у нас сильно часто не испаня. Вот, вот, вот такой крем. Это еще от золоты достался, он белого цвета, плотную текстуру имеет, но неплохо справляется с покраснениями и сопрелости. Чтобы не было такой проблемы, понятно, что нужно пользоваться подгузниками, уходовыми средствами, которые не дают раздражения на коже, галлопопить, принимать воздушные ванны. Это, конечно, лучше делать в теплое время года, в холодное это более проблематично, особенно для самых маленьких, но, тем не менее, старайтесь это делать. Для этого просто идеальны будут одноразовые пеленки или непромокаемые пеленки, это просто масс-хэп. И вот такой еще крем есть на более сухие участки, также от Веледа. Это крем для тела и для лица, он более жирненький, в отличие от нашего любимого молочка, которое мы используем практически каждый день после купания. Если я, допустим, Ариночку сразу оговорюсь, там не купаю в ванночке, то, что я сказала, это не значит, что я не купаю ее каждый день. Я просто купаю ее под проточной тепленькой водичкой. Покупала, обмыла и все. Просто в ванночке я не купаю ее каждый день. А то, может, некоторые подумают, что я купаю ребенка всего лишь там два раза в неделю. Нет, просто в ванночке я купаю два раза в неделю, а остальные дни я купаю ее под проточной водой. Мы водичку не кипятим, мы этого не делали, ни со Златой, ни с Ариной, в этом я не вижу необходимости. Вот, если там зима, допустим, на щечке морозы были, то и для Златы, и для Раины на лицо, на щечке я использовала Дэд Крем, а на все тело. Это молочко, это тоже мой мастхэвс, календула, линейка по уходу за детской кожей. Это, кстати, ни в коем случае не реклама бренда Вилета, но так получается, что он реально классный, он нам подходит на протяжении уже долгих лет испробовано. А вот такое средство, полный провал, это тоже как молочко под подгузник, на детскую попу. Но от него, кстати, не только у Рина, но и Златы есть покраснение, как и от салфеток от Pampers. Тоже не советую, и то, и то дает раздражение, возможно, на это индивидуальное, я бы подумала непереносимость, но на Злате это точно так же работает. Поэтому это просто у них провальный продукт, по крайней мере для меня. А также я сказала, что обожаю молочко для детской кожи от бренда Rainbow. У него шикарный состав, там много травок таких ухаживающих, заживляющих, регенерирующих, успокаивающих. И также вот такой есть еще неплохой лосьон. Но все равно Вилета мне нравится больше, потому что здесь более ярко выраженный аромат. Возможно, для самых маленьких он не подойдет. Но тем не менее, вы знаете, вот это молочко, кстати, от Вилета я использовала и для себя, для всего тела, в том числе и как крем для лица. И вот это средство тоже можно использовать, оно чуть более питательное, в отличие от молочка. Он просто более ярко выраженный аромат, хотя состав также прекрасный. Вроде бы с этим все. Так, что у нас есть еще? Ну, есть у нас судокрем на всякий случай и бипантем. Это не такая мазь, которая продается у нас в аптеках. Этот крем более такой легкий, самого рождения, тоже в качестве увлажнения. И судокрем тоже, если есть какие-то высыпания, есть какие-то покраснения. И для Златы, и для Арины у нас это имеется. Вот и все, весь наш уход. Рассказала, показала, как я ухаживаю за детской кожей, что мы используем для наших двоих девочек. И также, конечно, идеально просто после купания иметь уголком бамбуковое полотенце, потому что оно мягкое, легкое, приятное и максимально быстро убирает все излишки водички и влаги. Но если даже у вас такого не имеется, то не вида. Можно использовать обычную муслиновую или хлопковую пеленку и будет вам счастье. Вроде бы рассказала вам все, возможно, что-то забыла. Потом обязательно дополню и жду вас в комментариях. Пишите, что у вас есть интересного, классного, с нетерпением буду ждать вас в комментариях. А на сегодня это все. Всем спасибо за внимание. Мы побежали гулять, потому что кто-то в ненастроении и капризничает сегодня весь день. У кого-то прямо резкий скачок роста и регресс сна. Всем отличного настроения. До новых встреч и всем пока.